В Санкт-Петербурге в Государственном музее истории религии представлена рукописная книга «Повесть о явлениях и чудесах Казанской иконы Богоматери» Святейшего Патриарха Гермогена. В общей сложности над Валиантом трудились около ста художников разных возрастов, в том числе воспитанников художественных школ и домов детского творчества разных районов Петербурга. На презентацию уникальной книги побывали наши корреспонденты. Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы написана в 1594 году митрополитом казанским будущим патриархом Гермогеном. В ней рассказывается история, произошедшая в Казани в 1579 году. После страшного пожара, унизшего половину города, 10-летней девочке Матрёне во сне явилась Богородица и указала место, где находится в земле ее чудотворный образ. И действительно, на пожарище девочка откопала сияющую неземным светом икону, получившую впоследствии имя Казанской иконы Богоматери по месту ее обретения. Идея создания рукописной книги принадлежит издателю, директору издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга» Петру Суспицыну. Фолиант размером 52 на 36 сантиметров насчитывает 118 страниц. Книга богато украшена орнаментами, заставками и концовками в традиции средневековых русских рукописных изданий. Иллюстрации выполнены на мастер-классах под руководством заслуженного художника Российской Федерации Юрия Люкшина. Дети вместе с мастером буквально создали гимн Богородицы. Почему мы стареем? Потому что мы забываем быть детьми. А дети, они всегда именно в свете, они всегда, как говорится, дети – это глаза в будущее. Если будущее будет оснащено такими знаниями, таким вещем, у них будет жизнь прекрасная и счастливая. Мы надеемся так. Во время мастер-классов большое внимание уделялось рассказам об образах Божьей Матери, истории ее казанской иконы. К сожалению, человек 21 века забывает о том, что красота, когда ты ее можешь держать в руках, воспринимать, она совершенно особым образом действует на твою душу, а не тот утилитаризм, практичность, которая нас, к сожалению, окружает. Но важно, мне кажется, особо важно то, что эту книгу создавали соборно несколько десятков человек. Может быть, кто-то из них даже и молился, когда создавал это творение. Вот это самое главное, что соборный дух, он торжествовал, и он вот, видимо, вылился вот в такой шедевр. Издательство «Редкая книга» из Санкт-Петербурга возрождает и популяризирует книги как произведение искусства. Тираж изданий мал, до 30 экземпляров. Чтобы многие могли прикоснуться к этому искусству, создана Академия «Редкой книги». Ее цель – приобщить библиофилов и, прежде всего, детей к синтетическому искусству книги, ручному набору, переплету, литью бумаги, печати, текста, гравюры. Каждое направление ведет выдающийся мастер. С Юрием Люкшиным реализованы проекты на духовную тему, например, библейский цикл, книга «Экклезиаста», книга Иова, «Песнь песней Соломона», «Десять заповедей», а также поучение Владимира Мономаха. Многие книги экспонируют и принимают в свое собрание «Эрмитаж». Здесь у нас была уникальная возможность всем самим, вот своей рукой соприкоснуться действительно с высоким, с духовным, пережить, поучаствовать, почувствовать себя вместе, почувствовать себя русскими людьми, создать эту совершенно уникальную книгу, книгу рукописную. Понимаете, это вот не печатная, не электронная, а рукописная. То есть для меня это вообще событие, и я очень рада, что это произошло в нашем городе.